МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Английский писатель Джон Фаулс говорил, в любой загадке таится энергия, и тот, кто ищет ответ, этой энергии питается. С вами Олег Шишкин, и в эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Российский триумф. Почему международные эксперты назвали зенитно-ракетный комплекс С-400 уникальным оружием? От какой угрозы он сможет защитить нашу страну? И чем он превосходит американский патриот? Любой враждебной России летающий объект, любая ракета будут молниеносно сбиваться. Смерть в раю. Американские ученые доказали, что в идеальных условиях живые существа начинают вымирать. Неужели жизнь без забот и проблем – верный путь к гибели человечества? Тотальная леность, которая опустилась на эту популяцию, привело к тому, что начались изменения даже на уровне инстинктов. Современные мумии. Ученые выяснили, что захороненные в последние 30 лет тела не разлагаются, что мешает естественному процессу. И чем это опасно? И вот эти вещества, они препятствуют разложению продукта, который мы потребляем. Но попадая в наш организм, препятствуют уже метаболизму в наших клетках. Гиперболоид инженера Цемлянского. Какая опасная разработка стала делом жизни русского изобретателя? Зачем советские власти отправили его в Германию? Какую тайну он скрывал? Есть исследования, которые показывают, что уже в 36-м году в заброшенной шахте в Саксонии под руководством Цемлянского был произведен первый ядерный взрыв. Имя им – Легион. Как римские солдаты основали город в Китае? Светловолосые и голубоглазые. Кто из китайцев могут считаться потомками великих завоевателей из Римской империи? Не ассимилировались там. Они, естественно, брали в жены непосредственно местных жительниц, которые как раз и были представителем именно Китая. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В ближайшие два года Россия начнет поставки зенитно-ракетного комплекса С-400 в Турцию. С таким заявлением выступил турецкий президент Таип Ардаган. Он сообщил, что Анкара подписала соглашение и даже уже внесла задаток. В Москве подтвердили договоренности, однако в Пентагоне такие новости приняли в штыки. Представитель США при НАТО Кей Бейли заявила, что С-400 несовместим с системами Североатлантического альянса, а его покупка якобы строит стены между союзниками. Но почему? С-400 называют ЗРК будущего. По словам создателей, этот комплекс может контролировать воздушное пространство в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей охват расширяется до 600. Как утверждают эксперты, эта система носит оборонительный характер и может представлять опасность лишь для агрессора. Почему турецкие власти предпочли С-400 американскому патриоту? И почему появление С-400 в Калининграде так напугало страны Евросоюза? С 2013 года на территории Калининградской области размещены зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Если посмотреть на карту, то эта территория находится в самом центре стран НАТО, что само по себе ужасно беспокоит Североатлантический альянс. Кроме того, зона действия новейшего ЗРК «Триумф» составляет 400 километров, а радиус обнаружения цели достигает 600. Для западных военных это звучит как приговор. Это означает, что технически в мирное время любой летательный аппарат будет, условно говоря, под постоянным прицелом ракет ЗРК «Триумф». А в случае войны воздушное пространство над огромной частью стран НАТО автоматически станет бесполетной зоной. Боевых летчиков стран НАТО учит воевать с противником, не входя в зону действия его ПВО. Однако, имея в своем глубоком тылу такую мощную группировку российской противовоздушной обороны, абсолютно все пилоты Атлантического альянса уже на взлете превратятся в живые мишени. Скорость ракет будет достигать на определенных участках гиперзвуковых значений. Таким образом, этот комплекс может вести стрельбу посредством воздушного нападения противника не только на встречных курсах, но и вести вдогонку. В Европе уже много лет активно строится американская система противоракетной обороны. В основном вооружение размещается в странах Восточной Европы, поближе к российским границам. В проект США вложили сотни миллиардов долларов. Но появление С-400 в Калининградской области практически лишает НАТО возможности эффективно использовать этот арсенал. Как известно, для того, чтобы догнать цель, скорость данной ракеты должна примерно быть в полтора раза выше скорости цели. Максимальная скорость ракеты американского комплекса почти 5000 километров в час. Для сравнения, у С-400 – 12 тысяч. Так что для нашего ЗРК боеголовки США – это тихоходы, догнать и поразить которых для него не составит труда. Нешуточная паника среди членов НАТО стала отличной рекламой для ЗРК С-400. В отличие от своих западных аналогов, зенитно-ракетный комплекс «Триумф» разворачивается в боевое положение за 5 минут. Он может одновременно обстреливать 36 целей. Это 72 ракеты. С-400 способен сбивать не только летательные аппараты, но и такие сложные объекты, как крылатые ракеты. Они летают буквально над проводами линий электропередач и огибают рельеф местности. В течение двух лет эти комплексы будут поставлены в Турцию. Ее президент Эрдоган уже высказал свое желание закупить С-500 и наладить совместное производство ЗРК с Россией. Пока что российские эксперты дальше сделки по С-400 идти не готовы. Но одной этой закупки хватило, чтобы США и НАТО серьезно занервничали. Представители США в НАТО открыто высказали свое недовольство покупкой Анкарой российских ЗРК. Недавно Эрдоган публично ответил на это заявление. По словам турецкого президента, его страна продолжит делать все, что посчитает нужным для своей безопасности. Он готов пересмотреть решение о закупке только в том случае, если Альянс предложит Турции достойную альтернативу на более выгодных условиях, чем Москва. Крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция заработала в Китае. Объект состоит из 1200 солнечных панелей, которые занимают 86 гектаров водной поверхности и способны генерировать 40 мегаватт электричества. Это может обеспечить энергией до 15 тысяч домов в год. Срок эксплуатации станции – 25 лет. Малайзийский фотограф Зула Анип запечатлел на видео змееподобное существо, которое вылезло из унитаза. Длина чудовища около двух метров. У него маленькая голова и узкое тело. Согласно предположениям фотографа, монстру стало тесно в водосточной трубе, и он стал искать более свободное пространство. Незваного гостя Зула Анип отвез к ближайшему водоему. Аргентинские полицейские сняли на видео гуманоида. Странное существо двигалось среди деревьев в парке Митро в городе Кориентес. Как сообщают местные издания, стражи порядка до сих пор находятся в шоковом состоянии. Мужчины рассказывают, что сначала приняли существо за пьяного человека, так как оно покачивалось при ходьбе. Впрочем, не исключено, что все это не более чем шутка и розыгрыш. Ровно 45 лет назад американский ученый-этолог Джон Келхун завершил социальный эксперимент «Вселенная-25». В рамках опыта популяцию мышей поместили в идеальные условия жизни. Животные получили неограниченные запасы еды и питья. В загоне отсутствовали хищники и болезни, а площадь вивария позволяла им без проблем размножаться. Однако очень скоро колония мышей вымерла. Почему это произошло? Неужели для счастья живым существам недостаточно рая? Что случится с людьми, если они окажутся в мире без каких-либо проблем? Современные исследователи считают, наша цивилизация идет по пути самоуничтожения. Такие ужасающие выводы специалисты сделали на основе результатов громкого эксперимента «Вселенная-25» еще 45 лет назад, проведенного американским ученым Джоном Келхуном. 1972 год. Этолог Джон Келхун решил выяснить, что будет, если людям создать благоприятные условия для жизни, как изменится их поведение. Чтобы ответить на эти вопросы, он использовал лабораторных мышей. И специально для них в Национальном институте психического здоровья исследователи построили настоящий рай. Эксперимент состоял в том, что мышей поместили в пространство, где были созданы комфортные условия. И эти комфортные условия позволяли им жить полноценной жизнью. В просторной виваре размером 2 на 2 метра ученые поселили 4 пары мышей. Помещение оснастили автоматическими кормушками, которые подавали грызунам еду и воду в неограниченном количестве. А для самок создали многочисленные гнезда. Каждую неделю в виваре тщательно прибирали, а сами подопытные круглосуточно находились под контролем ветеринаров. Если брать изначально условия миксеримента, а комфортные условия, которые включали как уровень именно физического проживания мышей, так и уровень питания, то есть все возможности для того, чтобы они продолжали свой род. Что, в общем-то, мыши достаточно легко начали делать. Уже через несколько недель грызунов в лаборатории стало больше в 2 раза, а через год их количество увеличилось до 600. При этом качество жизни совсем не изменилось. Система была настолько продумана, что в виварии одновременно могли находиться около 10 тысяч мышей, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Однако достичь таких показателей ученым так и не удалось. У эволюции нет задачи, чтобы конкретная мышь была счастлива. У эволюции задача, чтобы, в принципе, род мышей перешел в будущее. Она автоматически начинает отсеивать самых слабых. Так бы самых слабых съели кошки. А тут кошек нет. Ну, значит, мыши их будут прогонять. Очень скоро в виварии действительно появились отверженные. Взрослые мыши нападали на молодняк, после чего, по словам исследователей, подвергшиеся насилию самцы ломались психологически, переставали защищать своих беременных самок. Примечательно, что без защитника самки становились нервными и сами бросались в бой, охраняя свое потомство. Но чаще они просто перевирались в верхние гнезда и навсегда отказывались от размножения. Ученые уверены, все это классический пример сегодняшней тотальной эмансипации западных женщин. Они не нуждаются ни в защитнике, ни в продолжении рода. И результат – глобальное старение европейских наций. Самки начинают отвергать самцов, потому что продолжать род они не хотят. Потому что продолжение рода сильным, соответственно, заложено и в конкуренции. Результаты эксперимента Джона Келкуна повергли ученых в жог. В конечном счете, вымирающие грызуны стали практиковать гомосексуализм. И в итоге, на 1780-й день после начала опыта, мышиный рай опустел навсегда. Звучит ужасающе, но, по словам экспертов, людей ожидает та же участь. И нынешние гей-парады в городах Европы и США яркое тому подтверждение. У нас наблюдается все то же самое. То есть люди едят, соответственно, как-то ухаживают за собой, размножаются только если надо. Так, в принципе, не особо и надо. Видно, что еды хватает, видно, что популяции в количестве есть. А инстинкт размножения – это всего лишь инстинкт. Исследователи уверяют, комфортная и беззаботная жизнь доведет людей до катастрофы. По статистике, Европа, если убрать прирост населения за счет мигрантов, уже стремительно вымирает. А в США, по словам специалистов, показатели остаются на уровне лишь за счет низших слоев населения и отдельных этнических групп. Если все и дальше так пойдет, исчезновение этих наций станет лишь вопросом времени. Далее в программе. Цветы убийцы. Как хрупкое растение может убить овцу? Неужели на наших дачных клумбах и подоконниках могут скрываться хищные монстры? Почему растения убивают? Даже зная эти растения по рисункам, отличительных знаков явных не существует. Заглянуть за горизонт. Интерактивный портал «Земля-2050» объединит все проекты футурологов в одном месте. Каким видят мир будущего изобретатели? Какие проекты могут уже завтра оказаться в вашем городе? Многие предпочтут жить в виртуальности, чем в реальности. Опять же, почему? Потому что там эндорфинов больше. Современные мумии. Ученые выяснили, что захороненные в последние 30 лет тела не разлагаются. Что мешает естественному процессу? И чем это опасно? И вот эти вещества, они препятствуют разложению продукта, который мы потребляем. Но попадая в наш организм, препятствуют уже метаболизму в наших клетках. Сундук со сказками. Какие приметы, по словам ученых, действительно работают и почему? Что нельзя приносить в дом? А чему в нем самое место? В доме не должны храниться сломанные часы. Потому что, когда человек умирает, у многих останавливаются настенные часы или наручные. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Швейцарские ученые обнародовали шокирующие данные. Тела людей, похороненные в последние три десятилетия, почти не разлагаются. При эксгумации многие из них выглядят так, словно их положили в гроб неделю назад. Более того, останки превращаются в трупный воск, взаимодействие которого с окружающей средой почти не изучено. Почему это происходит? И к каким последствиям может привести? Большая часть населения Земли – это живые мумии. Так заявляют врачи. Из-за постоянного потребления продуктов с химическими добавками люди превращаются в ходячие консервы. После смерти их тела становятся не прахом, а восковыми фигурами. Человеческие тела перестали разлагаться. Человеческое тело превращается в воскообразную массу. Со своими особыми параметрами и характеристиками, что указывает на то, что человек в принципе в своем виде ведет неправильный образ жизни. Биологи утверждают, пищевые добавки, призванные пробудить аппетит у людей, напрочь отбивают его у организмов, участвующих в процессе разложения. Вот эти вещества, они препятствуют разложению продукта, который мы потребляем. Но попадая в наш организм, точно так же накапливаются и препятствуют уже метаболизму в наших клетках. Как говорят социологи, нетленные тела уже стали огромной проблемой в европейских странах. Мест на кладбищах не хватает, а использование старых могил для новых захоронений стало невозможным. Мертвые просто не успевают превратиться в прах. Проблема сравнима с проблемой мусора. Как мы сейчас имеем, огромные гигантские залежи с возможной пластиковой дряни, которая исчезнет через много-много сотен лет. Точно такие же горочи, только человеческих трупов могут образоваться в случае, если человеческие тела перестанут разлагаться. По статистике, ежедневно в мире умирает 150 тысяч человек. Из-за роста населения эта цифра постоянно увеличивается. Сейчас на планете живет около 7,5 миллиардов, а к концу века, по прогнозам демографов, нас будет уже 11 миллиардов. Но что делать, если эта огромная армия после смерти оставит потомкам в наследство тонны неразлагающихся тел? Тело будет разлагаться не в течение 30 лет, как обычно должно, а в течение 300 лет, например. В маленьких странах, там, Эликсенбург, Андорра, европейские страны, там уже нет земли для захоронения. Там будет кремация. Это один из выходов. Однако некоторые эксперты считают, кремация далеко не самый лучший выход. По их словам, в ходе сжигания одного тела в атмосферу выбрасывается 320 килограммов углекислого газа. И это ухудшает и без того тяжелую экологическую ситуацию. Получить бальзамирующий яд нужно не только через пищу, но даже простое, обычное, естественно, для всех нас дыхание, и то может отравлять тело, накапливая канцерогены через самое себя. Выход из замкнутого круга предложили шотландские ученые. Они разработали метод под названием реосомация, когда тело не сжигают в печи, а растворяют в особой капсуле с помощью щелочи. Весь процесс занимает всего три часа. Эта технология интересна тем, что если раньше человеческое тело человека, ушедшего в мириной, сжигалось, то сейчас оно подвергается определенной обработке со стороны специальной жидкости. Эта жидкость полностью растворяет человеческое тело, и вместо тела появляется некая такая водная масса, которая обладает только лишь небольшим, таким, не совсем приятным запахом. Оставшиеся после процедуры кости перемалывают и отдают родственникам, как прах после кремации. Однако у этого метода есть свои противники, и однозначного решения проблемы пока еще нет. Тем временем земли на кладбищах становится все меньше. Ученые заявляют, у человечества есть два выхода. Или придумать эффективный способ уничтожения неразложившихся тел. Или начать есть натуральные продукты без мумифицирующих организм химических добавок. Известная IT-компания презентовала новый проект интерактивный атлас идей футурологов со всего мира. Предложения конструкторов будут представлены в виде 3D-графики. Посетители смогут увидеть возможное будущее Шанхая, Брюсселя, Вашингтона и Москвы. Обратная связь позволит всем желающим повлиять на будущее родного города лично. Каким станет наш мир через 33 года? Где мы будем жить? На чем ездить? И как отдыхать? Футурологи считают, что в доме у человека будущего не будет ни одного экрана. А телевизионные программы будут транслироваться прямо на сетчатку глаза. Можно представить себе такой интерфейс, когда действительно нам даже не надо будет открывать глаза, мы уже все равно все сможем видеть. Если мы нажмем на соответствующую кнопку в нашем мозге, например, если будут предоставлены такие возможности интерфейса. Поумнеют не только технологии, но и сами люди. Эксперты говорят, учиться можно будет даже во сне. Иностранные языки или математические формулы будут загружаться в мозг при помощи специального микрочипа. Проснулся и уже говоришь на китайском или виртуозно играешь на рояле. У нас, в принципе, возможности человеческого тела и розума будут использованы с максимальным уровнем эффективности. Хотел научиться управлять вертолетом, тебе сейчас скажут, как управлять, но хочешь испытать лично, садись на вертолет и лети, пробуй, но у тебя навык будет скачан. Специалисты убеждены, в будущем жизнь станет легче и приятнее. У каждого человека появится виртуальный помощник, который будет выполнять за него рутинную работу. Например, подписывать документы или составлять отчеты. А вечером дома встретит человекоподобный робот, накормит ужином и поддержит разговор. Если же нет настроения общаться, электронного партнера можно просто выключить. Виртуальная реальность рано или поздно все-таки наберет обороты в самое ближайшее время. Я думаю, что многие предпочтут жить в виртуальности, чем в реальности. Опять же, почему? Потому что там эндорфинов больше, и проще, и круче, и интереснее. По мнению футурологов, уже в 2030-м мы забудем, что такое пробки. Все автомобили будут оборудованы системой искусственного интеллекта, способной предотвращать аварии. Появятся новые возможности. Ну, например, транспорт будет уходить под землю, будет все больше тоннелей подземных и технологий подземного перемещения автомобилей. Неужели все это действительно возможно? И совсем скоро наш мир изменится до неузнаваемости. Нужно ожидать больших сдвигов в медицине. Ожидается, что появится средство лечения тех заболеваний, которые сейчас являются критическими. Появятся приборы, которые будут полностью контролировать наше здоровье и своевременно предупреждать нас о неблагоприятных воздействиях и рекомендовать какие-то действия. Чем же нам придется заплатить за такие блага? По мнению футурологов, человек будущего лишится приватности. Вместо паспортов людям будут вживлять чипы, а вся цифровая жизнь будет отслеживаться. Впрочем, психологи считают, люди будущего не станут воспринимать такое нарушение границ, как проблему. Ведь для них даже сами понятия о частной жизни и личном пространстве перестанут существовать. Далее в программе. Цветы убийцы. Как хрупкое растение может убить овцу? Неужели на наших дачных клумбах и подоконниках могут скрываться хищные монстры? Почему растения убивают? Даже зная эти растения по рисункам, отличительных знаков явных не существует. Гиперболоид инженера Цемлянского. Какая опасная разработка стала делом жизни русского изобретателя? Зачем советские власти отправили его в Германию? Какую тайну он скрывал? Есть исследования, которые показывают, что уже в 36-м году в заброшенной шахте в Саксонии под руководством Цемлянского был произведен первый ядерный взрыв. Имя им Легион. Как римские солдаты основали город в Китае? Светловолосые и голубоглазые. Кто из китайцев могут считаться потомками великих завоевателей из Римской империи? Не ассимилировались там. Они, естественно, брали в жены непосредственно местных жительниц, которые как раз и были представителем именно Китая. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Это одна из самых читаемых книг в СССР. Гиперболоид инженера Гарина Алексея Толстого. Ряд литературоведов считает, что прототипом главного героя романа стал отечественный изобретатель Аполлон Цемлянский. Писатель познакомился с ним в 1924 году, когда ученый преподавал в одной из школ царского села. В это же время, по словам исследователей, Цемлянский работал над созданием смертоносного оружия. Что проектировал ученый? Почему советская власть отправила его в Германию? Какую тайну хранил изобретатель? Это кадры испытаний, проведенных ВМФ США в июле 2017 года в Персидском заливе. Военные заявили, что создали оружие, которое в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. Но мало кто знает, что эта суперсовременная американская разработка была придумана еще 100 лет назад в России. Свое устройство изобретатель Аполлон Цемлянский назвал тепловой пушкой. Из описаний военных, которым он пытался показать это устройство, мы можем догадаться, что эта стеклянная трубка, из которой исходил крайне яркий луч света, который прожигал стальные пластины, есть не что иное, как современный лазер. Однако в 1921 году красные командиры совершенно не оценили первый в мире боевой лазер. Пытаясь заинтересовать своим проектом советских чиновников, Цемлянский 8 лет обивал пороги народных комиссариатов. И везде ему говорили, что молодой стране советов не нужны фантазии безумного ученого. То, что изобретатель бывает непризнан, это вообще признанный факт. Сначала все говорят, что это бред какой-то, а потому что это нельзя отличить от бреда. То есть сначала изобретатель от сумасшедшего ничем не отличается с виду. Все чертежи и расчеты Цемлянского клали под сукно, а то и просто выбрасывали в корзину. В итоге, чтобы отделаться от слишком активного изобретателя, в 1929 ему разрешили эмигрировать в Германию, где ученый успешно устроился на работу в лабораторию атомной физики при концерне Крупп. Немцы проявили серьезный интерес ко всем нереализованным проектам инженера, но больше всего их впечатлили разработки в области ракетостроения. В 1932 году он стал советником молодого ученого Вернера фон Брауна, который возглавил новую лабораторию по разработке ракет на жидком топливе. И, естественно, Браун, с молодых лет мечтавший о путешествиях на Луну, нашел в Цемлянском единомышленника. Известно, что Цемлянский неоднократно встречался с личным секретарем Гитлера Мартином Борманом, с которым обсуждал планы лунной экспедиции. Проект предусматривал создание реактивного самолета и ракетных установок. Считается, что именно благодаря подсказкам Цемлянского Вернеру фон Брауну впоследствии удалось создать так называемое оружие возмездия – первую в мире баллистическую ракету «Фау». Мог ли русский инженер помогать немцам строить передовую технику ракетную? Ну, почему бы нет? В то время это была популярная тема. Это было на слуху. Люди понимали, что ага, тут космос, тут Луна, тут вот это все. Давайте уже лететь. Известно также, что еще в 1937 году русский конструктор предложил идею, ставшую основой для знаменитых противотанковых фаустпатронов. С них началась история всех современных гранатометов. Но самым уникальным исследованием, которое опередило свое время на четверть века, стала описанная ученым модель распада радиоактивных веществ. Цемлянского очень интересовала атомная отрасль. И есть исследования, которые показывают, что уже в 1936 году в заброшенной шахте в Саксонии под руководством Цемлянского был произведен первый ядерный взрыв. Для советской власти все открытия изобретателя оказались полной неожиданностью. Бывшие коллеги долго не могли поверить, что безумный с их точки зрения прожектер оказался весьма успешным и востребованным на Западе конструктором. В 1938 году, когда, наконец, органы госбезопасности прозрели, то были проведены попытки вернуть Цемлянского на родину. Однако, как-то очень быстро эти попытки заглохли. Затем Цемлянского пригласили в посольство, где снова предложили ему вернуться. И на его вежливый отказ в дружеской манере предложили выпить за дружбу по бокалу вина. По официальным данным, 24 октября 1938 года Цемлянский умер от пищевого отравления. Но в эту историю поверили не все. Поводом для кривотолков стало исчезновение с полигона нового испытательного истребителя миссер Шмидт. Некоторые эксперты считают, этот самолет мог угнать русский инженер, чтобы вернуться на родину не с пустыми руками. Вторая теория говорит о том, что на самом деле Цемлянский был вторым Штирлицем. И на самом деле это был очень искусный шпион, благодаря которому Германия так и не успела до окончания войны ввести в строй ядерное оружие. И что на самом деле тот взрыв, который производил Цемлянский в шахте в Саксонии в 1936 или 1937 году, на самом деле не был ядерным. Конспирологи утверждают, Цемлянского специально выслали в Германию. Там он должен был направить немецких физиков по ложному следу, чтобы они не смогли создать атомную бомбу. Но где в таком случае затерялись следы изобретателей в СССР, до сих пор остается неизвестным. Вновь об инженере заговорили только в 1969 году, после успешной высадки американцев на Луну. Будучи в Америке после Второй мировой, абсолютно точно Вернер фон Браун выражался о том, что Цемлянский был для него наставником. И именно поэтому многие считают, что первые космические программы Америки имели в своем названии Аполлон. Был ли Цемлянский прототипом инженера Гарина, доподлинно неизвестно. По мнению литературоведов, он мог стать частью собирательного образа. Ведь в отличие от героя книги Алексея Толстого, этот конструктор не мечтал о мировом господстве. Он всего лишь хотел покорить космос. В саду Королевского садоводческого общества в Уинсли зацвела пуя чилийская. Это редкое растение относится к хищникам. Оно способно убить овцу. С помощью шипов цветок удерживает в смертельной ловушке животных, пока они не умрут и не начнут разлагаться, а затем выпускает останки, чтобы они удобрили почву вокруг него. Обитает этот монстр в Чили. Но если верить биологам, пуя чилийская не уникальна. Растения-убийцы существуют по всему миру. Но как распознать цветок-хищник? Что если убийца из мира растений оказался на вашей дачной клумбе? Или дома? На подоконнике? В мире насчитывается около 600 видов растений-убийц. Одни используют сильный запах для привлечения жертвы, другие – яркую окраску, третьи маскируются под безобидную траву или цветок. Но самое страшное – отличить от обычных растений этих хищников невозможно. Растения-убийцы очень тяжело распознать даже ученым-специалистам. Даже они иногда путаются в распознавании растений-убийц. А обычному человеку очень тяжело, как правило, даже зная эти растения по рисункам, даже встречая их раньше когда-то, встречая вновь, различить, отличить от обычных растений. Практически отличительных знаков явных не существует. Самые известные среди растений-хищников – венерины. Они относятся к роду россянок. Взрослые особи способны ловить и съедать мух, комаров и других насекомых. Они вырабатывают нектар с приятным запахом. Мелкие мошки, они садятся на эти клейкие листочки той же россянки, прилипают, и как только они прилипают, лепестки закрываются, и они там погибают. И россянка сама по себе, она вытягивает соки из этих насекомых и их как бы съедает, переваривает. Одно из самых опасных для человека растений – крапила шафранная. Летальный исход при контакте с ним наступает в 70% случаев. Первое упоминание датируется 8 веком до нашей эры, когда Гомер придумал термин «язвительный оскал», чтобы описать ужасную улыбку жертвы. Убийственный токсин расслабляет мышцы вокруг губ и заставляет улыбаться, несмотря на смертельные конвульсии. Группа туристов в Шотландии перепутала крапила шафранная с пастернаком, после чего они несколько дней мучились в очень тяжелых конвульсиях. Но, к счастью, никто из них не умер, но они не могли понять, как они могли перепутать такое растение, которое раньше часто встречали, использовали в пищу. Весной 2017 года 10 человек оказались на больничной койке после того, как попробовали якобы черемшу, купленную на одном из стихийных рынков Хабаровска. В лесу съедобный дикорос сборщики путают с листьями ландыша и чимерицы, яд которой смертельно опасен не только для насекомых, но и для человека. К счастью, токсин быстро определили, и людей удалось спасти. Чимерицу можно найти практически в любом горном массиве северного полушария. При отравлении возникают конвульсии по всему телу. В конце концов, токсин приводит либо к сердечному приступу, либо к коме. Считается, что ядом, содержащимся в этом растении, был отравлен Александр Македонский. Одно из самых страшных растений мира – кальмия широколистная или горный лавр. Его часто можно увидеть на приусадебных участках. Яд растения заставляет сердце биться то очень быстро, то критически медленно. Затем дыхание замедляется, и наступает смерть. Когда-то Леонардо да Винчи проводил эксперимент, стараясь вырастить яблоню, дающую ядовитые яблоки. Это казалось логичным, поскольку уже древние греки знали способ получения безумного меда. Мед с кальмией широколистной крайне ядовит. Он обладает всеми токсичными свойствами цветка. Греки его успешно использовали, чтобы победить, по словам ксенофонта Афинского. Биологи говорят, растения-убийцы настолько коварны, что проникли в каждую квартиру. Это азалии, некоторые виды алоэ и кактусов, монстеры, молочаи, герани, гортензии. Алеандр настолько ядовит, что один лист может вызвать инфаркт у крупного мужчины. Сок корня цикламена не уступает сильнейшему в мире яду курары, а диффенбахи вызывают паралич у человека и смерть ребенка или домашнего питомца. Это не значит, что все их немедленно надо выкинуть. Специалисты рекомендуют мыть руки после каждого контакта с такими растениями и держать цветы подальше от детей и животных. Далее в программе. Сундук со сказками. Какие приметы, по словам ученых, действительно работают и почему? Что нельзя приносить в дом? А чему в нем самое место? В доме не должны храниться сломанные часы, потому что, когда человек умирает, у многих останавливаются настенные часы или наручные. Имя им Легион. Как римские солдаты основали город в Китае? Светловолосые и голубоглазые. Кто из китайцев могут считаться потомками великих завоевателей из Римской империи? Не ассимилировались там. Они, естественно, брали в жены непосредственно местных жительниц, жительниц, которые как раз и были представителем именно Китая. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Американские ученые нашли научное обоснование восточного учения о гармонии мироздания Фэншуй. Они считают, что, по сути, это своего рода сборник примет, в основе которых многолетние наблюдения. Просто выражены они в иносказательной форме. Например, в списке предметов, которые приносят неудачу, первым идет кактус, что, по мнению специалистов, легко объясняется подсознательным страхом у колодца. Кроме того, на его иголках действительно может скапливаться статическое электричество, которое на электромагнитном уровне делает окружающую атмосферу напряженной. Что еще нежелательно приносить в дом? Какие, казалось бы, невинные вещи на самом деле могут стать причиной несчастья? И стоит ли верить в приметы? Даосское учение о движении энергии и организации пространства Фэншуй в переводе с китайского означает «ветер и вода». В 1986 году американец китайского происхождения Томас Линь Юй упростил эту теорию, создав Фэншуй для обывателей. В конце 90-х учение стало популярно и в России. Но стоит ли безоговорочно применять на практике все рекомендации? В фольклоре, поверьях и художественных произведениях зеркала наделены магической силой. Издавна считалось, что в зеркале отражается душа человека. Наши предки верили, когда мы смотрим на свое отражение, часть энергетики поглощается, а часть отражается обратно. Один из самых таких предметов, который может принести неудачу, несчастье и очень серьезные болезни, даже вздвиги в негативную сторону в судьбе, это разбитое зеркало. Его ни в коем случае нельзя хранить дома. Исследователи считают, разбитое зеркало возвращает искаженную, неправильную энергию. Эту теорию подтвердили шведские физики. При помощи сверхчувствительного магнитно-волнового детектора им удалось зафиксировать разницу в отраженной энергии светового импульса. Старым вещам оказалось в доме тоже не место. Привычка хранить все на всякий случай может негативно сказываться и на коллекционере, и на его жилье. В жизни каждого из нас накапливается очень много ненужных вещей. Подобные вещи накапливают много ненужной отрицательной информации, и там прям энергия застоя. Подобный мусор не дает свершиться в нашей жизни каким-то важным веховым событием. Ученые доказали, каждый предмет обладает своей энергетикой. Поэтому чем больше в вашей квартире ненужных вещей, тем тяжелее атмосфера. Они, как эмоциональные якоря, пробуждают определенные чувства и мысли. Таким образом вы заполняете свою жизнь прошлым и мешаете движению вперед. В доме не должны храниться сломанные часы. Их нужно или выбрасывать, или чинить. В свое время еще Баба Ванга говорила о том, что поломанные часы показывают мертвое время. В этом есть разумное зерно. Потому что, когда человек умирает, у многих останавливаются настенные часы или наручные. Удивительно! Некоторые исследователи предложили свое объяснение феномена остановки часов после смерти их владельца. Когда человек долго носит часы, они становятся частью его электромагнитного поля и как бы подпитываются энергией своего владельца. Но если это так, неудивительно, что после смерти человека часы тоже останавливаются. Мертвые растения ни в коем случае нельзя хранить дома, потому что они несут энергию смерти, энергию мучений и боли. При этом не стоит оставлять даже засовшие листики или веточки, потому что они тоже несут эту энергию, тоже будут влиять на ваше здоровье. Безусловно, погибшие комнатные цветы или увядшие букеты вряд ли кто-то станет хранить в своем доме. Но на гербарии эта примета не распространяется. Единственным недостатком такого украшения может стать постоянно скапливающаяся на нем пыль. С осторожностью стоит отнестись и к различным сувенирам из других стран. С виду безобидные, эти безделушки могут быть в действительности совсем не тем, чем кажутся. Одна маленькая деталь по-другому покрашена, и этот символ может нести совершенно другой смысл. Допустим, у слоников многие собирают, которые с плоденным ховотком считаются символом процветания и радости, а у которого опущен ховоток – это или драма, или трагизм, или грусть, или одиночество. Один мой знакомый привез из Египта красивую посуду для специй. Расставил все, и как начало все рушиться в доме. Деньги пропали, все ругаются. Оказалось, что это исторические вазы, в которых когда-то давным-давно хранились органы у умерших после паразомирования. У современной науки свой взгляд на древнее учение. Большинство экспертов считают, фэн-шуй – не более чем суеверие. Неважно, с каким рвением вы будете ставить свою кровать в определенные углы квартиры. Ни финансового успеха, ни счастья в личной жизни сами по себе эти перестановки не принесут. Однако психологи уверены, стремление к переменам, новые эмоции, покупки и просто ожидание успеха – все это может кардинально изменить внутреннее состояние человека и дать ему заряд энергии. Британские генетики предположили, что примерно две трети жителей китайской деревни Ли Цянь могут иметь европейское происхождение. Такие результаты показали тесты ДНК. Деревня расположена на северо-западе Китая, на краю пустыню Гоби. Многие жители Ли Цяня отличаются нетипичной для коренных китайцев внешностью. У них голубые или зеленые глаза, длинные носы и даже светлые волосы. В этих краях существует легенда, что в 50-х годах до нашей эры после битвы при Карах одного из величайших поражений в истории римских легионеров уцелевшие воины полководца Краса бежали с поля боя в Китай. Но так ли это? Есть ли доказательства у этой гипотезы? И могут ли крестьяне из Ли Цяня оказаться потомками великих завоевателей? Китайский легион. Так называют себя жители деревни Ли Цянь. Они верят, что их предками были римские воины. Здесь эта история передается из поколения в поколение. Я родился блондином, но мне пришлось покрасить волосы в черный цвет, потому что меня все дразнили и называли соломенной головой. Я всегда знал, жители моей деревни внешне сильно отличаются от других китайцев. По словам ученых, у коренных жителей этой деревни действительно много черт нетипичных для азиатских народов. Голубые глаза, светлые волосы и римские носы. Но от столицы Италии до китайской деревни Ли Цянь более 7 тысяч километров. Откуда у местных жителей гены римских воинов? Легиону римлян от 6 до 10 тысяч человек. Это большая, это как наша дивизия современная. Вот они вступили на территорию Турции, наверное, совершенно, Малой Азии. Сражение. Это произошло в 53-м году до нашей эры. В бой легион вел полководец Марк Ли Циней Красс. Он был одним из трех самых могущественных и богатых людей Древнего Рима. Вместе с Гаем Юлием Цезарем и Гнеем Помпеем Красс организовал первый триумфират. По сути, они втроем управляли всей империей. Кто такой Марк Красс? Это римский сенатор, по-моему, даже консулом он был, который победитель Спартака. Он главный человек, который устроил разгром Спартака, восстание. Но, по словам исследователей, Крассу было мало богатства и власти. Он хотел переплюнуть самого Александра Македонского и войти в историю как лучший полководец в мире. Вот почему он решил бросить вызов Парфянскому царству. Они занимали территорию нашего Таджикистана, Узбекистана, значит, и часть Индии, Туркмению и Иран. У них и всадник, и лошадь были в доспехе закованы. И был вооружен длинным копьем и длинным мечом. Плюс у него лук стрелы были еще. Это панцирная конница, единственная в мире вид вооруженных сил, который в древности мог победить Римский легион. Это была так называемая битва при Карра. По данным ученых, Марк Красс бросил в бой 50-тысячное войско. Им противостояли всего 10 тысяч парфянских конных лучников. Но это стало одним из величайших поражений в истории Древнего Рима. Таким образом, Марк Лицений Красс был разгромлен, а царь Великой Парфеи в Тесифоне Ора II отрубил ему голову и залил его золотом. Потому что Марк Красс был действительно ненасытным человеком. Историки утверждают, в том сражении многие легионеры были взяты в плен. По легенде, им предоставили выбор присягнуть парфянскому царю или умереть. Эксперты предполагают, тех, кто предпочел нового правителя, могли отправить на границу с Китаем. Собрал из них так называемый легион порядка 5-6, а может быть 7 тысяч воинов, боеспособных, серьезных, и предложил ему стать приграничным легионом, служить царю Парфеи как раз на соприкосновение с китайской державой. В Древнем Риме в армию обычно забирали молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Они должны были отслужить четверть века. На протяжении службы им нельзя было жениться. Большую часть времени они проводили в военных походах. Историки предполагают, что попав на границу с Поднебесной, истосковавшиеся по женскому теплу пленные легионеры могли начать новую жизнь на приграничных территориях. Поэтому, естественно, они ассимилировались там. Они, естественно, брали в жены непосредственно местных жительниц, которые как раз и были представителем именно Китая. Таким образом, так сказать, шло некое синтез или влияние, скажем так, непосредственно европейской цивилизации, в данном случае римской, потому что они действительно были римляне, они пришли действительно оттуда. Эту версию подтверждают и генетические тесты, и археологические раскопки. Недавно в китайской деревне Лицянь обнаружили скелеты мужчин ростом около 180 сантиметров. Ученые предположили, это и есть останки римских легионеров. Гетте говорил, нет ничего опаснее для новой истины, чем старое заблуждение. Давайте искать правду вместе. С вами был Олег Шишкин, вы смотрели программу «Загадки человечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова